Северный парк – это не единственный объект, где проведена масштабная реконструкция. В этом году еще несколько новых социальных учреждений введут в эксплуатацию. Буквально на днях состоит торжественное открытие спортивного зала в лицее номер 4. Начнут принимать детей дополнительные группы в трех детских садах. Заработает офис врача общей практики в поселке Целинном. Готовность объекта к предстоящему открытию оценил глава района Роман Синеговский. Ремонт и строительство новых социальных объектов глава района постоянно держал под личным контролем. Еженедельно проводились выездные строительные планерки, на которых отслеживались сроки и качество проведенных работ. Результат такой плодотворной совместной работы не заставил себя ждать. К концу 2020 года были практически завершены ремонтные работы на семи социальных объектах. Открыла свои двери для посетителей совершенно обновленная картинная галерея. Готовится к открытию художественная школа, которая будет располагаться в доме купца Мазепы. И новый спортивный зал в 4-м лицее. Построили его по краевой программе. Общая стоимость работ свыше 30 миллионов рублей. Учащиеся лицея смогут заниматься как в зале, так и на улице. Рядом со спортзалом построены две современные спортивные площадки. Ирина Владимировна, на ворот уже нужна сетка, да? Есть у вас это все? Если нет, то пишите мне все. Ну, вы понимаете, чтобы было кольца, сетка, ворота, сетка, чтобы было все полно. Что касается самого спортивного зала, то он отвечает всем современным стандартам. В новом здании будут раздевалки, душевые. Большой зал оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных занятий физкультурой. Вы посмотрите, вот какая температура была, да? Тут три системы обогрева, 21-22 градуса. Все подогнано, все запенено. Специальные маты, да? Да. Не, ну получилось классно, но мне нравится. Мы стараемся. Универсальный спортивный зал был жизненно необходим лицею. Здесь учатся более 900 учеников. Уроки физкультуры проходили в единственном зале площадью менее 200 квадратных метров, что, конечно же, создавало неудобства при составлении расписания урока физкультуры. С открытием нового зала у школьников появится больше возможностей для активных занятий и тренировок. В новом году отпразднуют новоселье и воспитанники трех детских садов – 1, 17 и 41. Там завершено строительство дополнительных пристроек. Откроются семь групп, в том числе ясельные. Они смогут принять около 140 ребятишек. Строительство велось по краевой программе в рамках нацпроекта образования. Еще один объект, который готовится к открытию – это офис врача общей практики в поселке Целином. В современном просторном помещении будет комфортно работать как медицинскому персоналу, так и получать все необходимое лечение местным жителям. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».